Здравствуйте! В городе лето, в городе жарко, но в городе также много интересных событий. Тем, кто еще не уехал в отпуск или только пакует чемоданы, посвящается. Не зря говорят, что лето дает талантливым людям новые силы, вдохновение и все то, что потом можно увидеть в их творчестве. И возраст здесь не играет никакого значения. До конца недели в выставочном зале «Звездный» действует экспозиция 30 лет спустя. Подготовили ее выпускники худграфа 83-го года. Педагоги у них были одни, а вот художественный путь каждый выбрал свой. У Владимира Конищева это картины-ребусы, у Александра Конева морские пейзажи, у Дмитрия Псурцева портреты, в том числе известного Пушкина. У Александра Широких уходящая Русь. Познакомиться с творчеством курских художников можно ежедневно с 9 утра. Как говорят сами авторы, им намного интереснее выставляться вот так, всем вместе, чтобы зрители могли увидеть разницу в их творчестве. Я учился с Александром Викторовичем Широких. Мы жили даже в одной комнате. И мы друг друга рисовали. Мы, в принципе, постигали азы реализма. Школу курско-живописную у Ерофеева, у Прониной. Это портрет девушки-однокурсницы, кстати, написанной по памяти. В те времена ее никто не узнал, а сейчас узнают. Это мы тоже на пленере в Новороссийске. Ну, за то, чтобы мы там жили, пришлось ему расписать какую-то стену. Продолжайте развивать художественный вкус и отправляйтесь в мастерскую солнца. Так назвали свою выставку жители Черемисиновского района. В Курском медуниверситете они представили свои работы. Морские сюжеты и местные пейзажи в ярких красках и пастельных тонах. Участие приняли все селяне. От 13-летней Анастасии Забавиной до 79-летнего Бориса Гусева. Вот так видят авторы свой район и свою жизнь. И еще одно интересное мероприятие только готовится. 10 июля художник Олег Радин и журналист Виктор Крюков презентуют новую книгу. В этом издании о Курске они представят архитектурные строения, которые в этом году отмечают юбилей. Это Знаменский собор, Центробанк, филармония. Это не научно-краеведческая работа, говорят авторы. Главную ценность представляют виды города. Оттолкнуться решили от 1913 года, насыщенного событиями, в том числе и для Курска. Через Курск проходил автопробег Ялта-Херсон-Москва, посвященный 300-летию дома Романовых. И машины останавливались у нас на подвальной улице. И потом ночевали, на следующий день был старт. И у нас как раз сохранилось 6 фотографий с этого момента. И причем там не просто автомобили и люди, но еще видны Ахтырская, Никитская церковь, подвальная площадь. То есть это интересный момент. Познакомиться с новой книгой можно будет в библиотеке имени Асеева. Презентация начнется в час дня. Давайте будем больше времени уделять собственному творчеству. Если вы начинающий поэт, вам будут рады в школе-студии стиха. Встречи участников будут проходить до 18 июля в Асеевской библиотеке в 6 вечера. Если хорошо двигаетесь, каждую среду можно потанцевать в парке Бородино под сопровождение живой музыки. А если вы больше любите слушать, на этой неделе вашему вниманию скрипичный концерт в исполнении музыканта Дениса Лонса. Он золотой призер международного конкурса скрипачей имени Моцарта. Свою награду Денис завоевал в Праге, а сейчас гастролирует по всей России. Музыкант соединяет новые технологии с классическим исполнением. Как звучит его электроскрипка, вы услышите 13 июля в английском пабе в 9 вечера. В этот же вечер в Курск приедет диджей из Швеции. Более 15 лет Марко Ферроуг ставит пластинки со своими сетами по всему миру. О нем узнали после трека «Бронкс», который стали крутить на BBC Radio One. А трек Марко Райзинг поддержали такие звезды шоу-бизнеса, как Тиеста, Армин Ван Бюрен и другие. Теперь диджей Ферроуг стал продюсером мирового уровня, и он впервые приедет в Курск в ночной клуб аристократ. Приходите на Swedish House Sound вечеринку 13 июля в 10 вечера. А если вы пишете и исполняете песни, вас ждет уникальный проект «Продюсеры с большой дороги» на телеканале «Перец». 19 июля в Курске пройдет отборочный концерт, на котором продюсеры и зрители выберут двух самых голосистых участников. А все народные хиты покажут о «Перце». Чтобы попасть на проект, нужно спеть на камеру и отправить короткое видео «Перцу». Все подробности на официальном сайте. Двигаемся дальше и 11 июля все встречаемся на фестивале активного искусства «Шаг вперед». Вас ждут захватывающие танцевальные батлы и красивые одиночные выступления. На площади перед центром «Досуга Родина», где будет проходить фестиваль, также планируется фотовыставка. Организаторы обещают сюрпризы и подарки. Начало праздника в 7 вечера. А сразу после отправляйтесь на премьеру. В кинотеатре «Родина» новый фильм «Тихоокеанский рубеж». Поэма о гигантских монстрах – вот как определил свою работу режиссер Гильермо Дель Торро. Это картина о том, что будет, если мы начнем сильно увлекаться игрой в роботы. Легионы монстров вышли из морских глубин, чтобы захватить мир. В общем-то, стандартная история. Однако противостоять им будут не люди, а также роботы. Но разве ж машины сравнятся с актерами Чарли Хеннемом и Ринко Кикутти? Им и предстоит спасти мир. А вот будет ли хэппи-энд? Узнаете уже в кино. Хотите получить пригласительное бесплатно? Участвуйте в нашей викторине. Звоните в редакцию по телефону 54 69 49 и правильно отвечайте на вопрос. Как назывались роботы, которые были созданы специально, чтобы бороться с пришельцами? Первые два дозвонившихся пойдут в кино. Вы когда-нибудь видели, как работают музыканты? Не на сцене, а за кулисами. Уникальную возможность всем желающим предоставит тайм-кафе WTF. Там пройдет день открытой репетиции вместе с группой Диез. Музыканты говорят о себе открыто. Они не стремятся изменить сознание, не бьют на концертах посуду, не кричат истошным голосом в микрофон. В группе Диез играет музыку для удовольствия и рады всем, кому не безразличны их песни. Когда мы поймем, что остался один, что лучше проводить те, кто был от себя. 12 июля мы группа Диез будем ждать вас в тайм-кафе. Для нас это будет необычное выступление. Мы будем петь как уже знакомые песни, так и импровизировать у вас на глазах. Ждем вас к 8 часам. Приходите, будет весело. Шутить нужно умеюче. Это, как никто другой, знают участники проекта «Юмор за бабло». Задуманный изначально как молодежная тусовка, этот проект превратился в яркое клубное шоу. Резидентов «Юмора за бабло» узнают, они выступают в соседних городах и развивают таким образом молодежную культуру. От сезона к сезону популярность в шоу только растет. 14 июля к нам приезжают ребята с проекта «Камеди батл» и с проекта «Убойная лига». Также, естественно, нас ждет возвращение нашего топового резидента, также участника проекта «Камеди батл» Дмитрия Пустовалова. 14 июля в банкетном комплексе «Европейский» закрытие пятого сезона проекта «Юмор за бабло». Приходите, будет очень классно. Если хотите попасть на проект «Юмор за бабло» бесплатно, звоните к нам в редакцию по телефону 54-69-49 и правильно отвечайте на вопрос, в каком году стартовал этот юмористический проект. Звонки мы принимаем с 10 утра. Помните сакраментальный киношный вопрос, кто круче, лыжник или сноубордист? Летом актуальнее другой спор, кто быстрее, легкоатлет или велосипедист? Найти ответ в честной борьбе можно будет 14 июля на соревнованиях по дуатлону. Разные дистанции и возрастные группы. Начало регистрации участников в 10 утра на стадионе у лыжной трассы в Макве. Пусть соревнования закончатся мирно. Отправляйтесь на православный концерт. Он пройдет в этот же день в киноцентре духовной культуры имени Щепкина. Начало в 17.00. А 21 июля всех ждем на пляже на дне рождения телеканала СТС Курск. Будем развлекаться, как это можно делать летом. Строить замки из песка, играть в волейбол, участвовать в конкурсах, танцевать. Будет много приятных сюрпризов. Начало праздника в 12.00 на пляже Здоровья. Хотите получить подарок уже сейчас? Для вас викторина от нашего партнера. Магазина 1С Интерес. С 9 по 15 июля назовите новое субботнее скейт-шоу с участием героев СТС, а также совсем юных актеров. Свои варианты сообщайте продавцам магазина. Вот такая насыщенная неделя нас ждет. 11 июля Всемирный День Шоколада. Придумали этот праздник французы 18 лет назад. Считается, что шоколад не только поднимает настроение, но также замедляет процесс остарения. Ешьте сладости, будьте счастливы. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!